приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас замечательная мушка будет ручейник эту мушку мы опробовали этой осенью ездили в хакасию на белый юс отлично показывает чудеса плавучести по рыбе неплохо очень сильно рекомендую здесь идет интересный материал от японского производителя компании тимка называется маршмаллоу фибиц это замечательная замена волокнам аэродрайвинг очень мягкий очень плавучи очень пластичный но обалденный просто мне очень сильно понравился рекомендую сейчас мы закрепим хвостик с этого материала сейчас выровняем здесь обычная петелька набрасывается излишки под углом отрезаем чтобы не было большого сильно ну в принципе как я сказал материал мягенький поэтому отлично ложится очень хорошо крепится приятно работать спасибо ребятам которые вы придумали сейчас подводим хвостик где-то миллиметра может быть три заходит за загиб рючка вот дальше формируем из даббинга тела это натуральный даббинг из белки с подшерстком и с жесткими бородками это получается у нас от компании вопси даббинг грейсквирл серый бинг очень интересный тоже материал такой торчит во все стороны работать с ним скажем так не сильно приятно он везде лезет везде сыпется но вот на мухе он смотрится обалденно очень сильно мне нравится но работать конечно с ним тяжело а потом весь в этом даббинге куда нибудь вниз везде приходится рабочее место потом чистить вот следующий этап мы также закрепляем молоко маршмалон переводится как мармелад не знаю почему но видимо по структуре очень похож на землю так вот под углом обрезаем чтобы не было порошка чуть чуть меньше хвостика а здесь используется еще перышко cdc я пользуюсь комбо паком 4 цвета селекционное перо cdc от компании vodneyart очень хорошее под углом это кидачо тоже желтого цвета поворачиваем перышки друг к другу нужно аккуратненько выравнивать и прихватываем 3-4 петка чтобы нужно было потянуть и выровнять пальчики Такая немножко отдаемкая процедура, чтобы с децептером всегда работать было немножко свежим, думаю требуется аккуратно. Все, приматываем и точно так же от углом обвязываем Все хорошо проматываем Смотрим ровно ли привязали, приматали Теперь нужно будет замаскировать место стыка даббинг Даббинг на нитку я укладываю не сильно плотно, чтобы он был воздушным Это придаст легкость мушке и легко будет сушить на холстовом запросе Буквально одним щелчком вся вода с нее слетает Теперь берем мех косули сибирской, здесь нужно будет выбрать Потому что есть более темные, более светлые волоски И выравниваем в ступке Сейчас под шесточек уберем решение Все можно выравнивать Вот они ровные кончики Затем Прикладываем, чтобы ровно было И крепим Сначала виток не сильно затягиваем Потом с каждым разом все сильнее и сильнее И сильнее Для того, чтобы у нас Мех, скажем так, не убежал А то и если Сразу его начать Сильно притягивать Он расползется по крючку И сползет вниз Излишки можно будет Сразу обрезать Аккуратно, чтобы не Отрезать монтажные нити Теперь можно с силой примотать Все остальное прижмется Аккуратно, чтобы не было Возвращая монтажные нитки Их Возвращая монтажные нитки все ровненько замечательно теперь нужно будет из того же серого дубинга сформировать аккуратно тормоз придаем ножке уже закончен укладываю я от колечка к меху таким образом он не сползает и в обратную сторону а а а И все, формируем аккуратно. И все, формируем аккуратно. 3-5 оборотов, в принципе, достаточно. Теперь смотрим, чтобы все равно не снижало. После этого поправить, доправляем. Если не нужно, умерем щеточку. И аккуратненько расчесываем. Покурка приобретает уже неоконченный вид. И практически готова к рыбалке. Осталось нанести только капель влака, чтобы закрепить пыль. В этот раз и используем микрофеоритную форму. Аккуратненько наносим. Можно не бояться, что закроется ушко крючка. Потому что мы его потом прочистим. Распределяем аккуратно. Чтобы было ровно. Причистили. И фонариком. Можно его будет отвердить. Смотрите. Фонарик. Покурка. Использовал походный. У меня есть еще мощный. Фонарик. Ну. Маленький. Одноватный. Как-то я привык к нему. И практически все время у меня на столе валяется. Рабачий. Ну. Вот и все. Спасибо за просмотр. Всем пока.